Среди участников форума около 200 педагогов Краснодарского края. Все они ежедневно преподают детям русский язык и литературу, приобщают их к чтению. А здесь на форуме обсуждают новые методики преподавания. Об этом шла речь и на пленарном заседании, и на секционных занятиях. В Сочи форум проводился два года назад в составе ассамблеи, когда была ассамблея русского мира. Сейчас уже третий раз, и каждый следующий форум – это шаг к нашей общей цели. А общая цель – это укрепление позиции русского языка, продвижение его за рубежом и совершенствование его изучения и преподавания. Для зарубежных преподавателей участие в Конгрессе – получение информации о новинках преподавания. В Испании, например, в школах не учат русский язык. Но с 1994 года русисты бьются над этой проблемой. У нас огромный интерес к русскому языку, потому что я преподаю на факультете переводчиков Краснодарского университета и на факультете гуманитарных наук. Представляете, каждый год 35 студентов на первом курсе. И причем это максимум, который мы можем. А сейчас самый большой вызов, который уже с 1994 года, если не раньше, это именно ввести русский язык в школу. Я думаю, что факт того, что сейчас, конечно, и население русскоговорящее на юге Испании. Педагогический форум под названием «Русский мир. Образование будущего» продлится два дня. В его рамках состоится награждение победителей конкурсной программы, представивших лучшие проекты в сфере образования. Также участники форума посетят центр «Сириус», где пообщаются с одаренными детьми из различных регионов России. Гелена Фсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Таджикистан, Узбекистан и история.